Перед началом ролика не могу не упомянуть о своем генеральном спонсоре, FanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня среда, 8 мая, стартнуло замечательное обновление 10.2.7. Кучу багов разных интересных, конечно же, мы увидим в игре, но самое главное, мы увидим открытие Викли Хранилища. Поговорим о возможностях текущей недели, о возможных крафтах, получении старинных бронзовых слитков. Начнем же! Для начала возьмем еженедельное задание, направленное на данжики. Пройдя 4 подземелья, без разницы, мифик 0, мифик плюс, один и тот же данж, разные данжи, мы получим 2 старинных бронзовых слитка. Но, как я уже сказал в начале видосика, новое обновление, новые квесты, новые баги. Поэтому, для начала мы должны получить бронзовый слиток из рейда, а уж потом мы должны лутать эти слитки с данного квеста. То есть, сначала идем в какой-нибудь LFR, а только потом сдаем задание на 4 апохальных подземелья. Также, следом, возьмем Викли Квест на получение половинки искорки. Таким образом, у нас уже будет целая искорка. И мы можем себе на этой неделе позволить второй крафт 525-й вещицы. Круто? Да, круто. Идем открывать Викли Лут. Колечко огненное хочется. Что еще хочется? Не знаю, на самом деле, в текущий момент у нас бронзовые слитки, лут из рейдов. Как-то мало хочется, так если задуматься. Колечко нет огненного. Есть 2 оружия, зачем вообще непонятно. Есть ножки с самоисцелением, как болванка, которую можно перекрутить в катализаторе. Звучит круто. Похоже, это будут они, а еще и плечи с самоисцелением. Вопрос, что мне хочется из этого больше? Здесь можно сэкономить целых 15 грибней. Давно высказывал такую мысль, то, что в этой игре вообще думать не нужно. И по факту, надо просто-напросто брать ноги. Почему? Так потому что это прирост целых 20 левелов. Это круто. Болванку плечей формата легенда. Дропну когда-нибудь. Просто еще и на ногах. Стат побольше. Поэтому это приятнее. Здесь разница 20 левелов. А тут всего лишь 4 левела. Грибней, к сожалению, аспекта ограничена. Поэтому нужно тратить их с умом. 60 у меня уйдет на крафт. И еще 60 на улучшение огненного кольца, который я куплю после похода в элфер и после данного квеста. Получаются ножки, конечно же. Ножки просто берем и прокручиваем в катализаторе. Само собой. Хороший лут, замечательный, прекрасный. Прокнувшие ноги. Это всяко лучше, чем 6 оружий. Но на самом-то деле падает 2 оружия, когда ты уже начинаешь задумываться. А остальные-то слоты. Ну как вообще? Нормальные, ненормальные? Типа в БФА было круто в последнем сезоне. У всех был легендарный плащ. И плащи не падали с виклю лута. Но там и выбора не было. Но тут есть выбор. Но была бы возможность залокать какой-то один слот, чтобы он никогда не падал. К примеру, зачем эти 2 ручки ретриком, дкшкам? Ни к чему. Просто ни к чему. Что, идем покупать накладки за 100 тысяч голды? Или сколько они там стоят? Есть 6 тысяч голды. Да я сам их скрафчу на кожевнике. Окей, пойдем крутить их. 517 итем левел получается. Имея при этом 486 кольцо. Ну, это, конечно, очень круто. Окей, заменится оно в ближайшее время. Все будет нормально. Надо накинуть трансмагрификацию. И надо будет зайти на монаха и изготовить накладки. Ресурсы есть, рвенья есть. Все окей в этом плане. Всяко лучше, чем просто брать и покупать этот чант с аука. Модификатор текущей недели бесплотный, злопамятный. Конечно же, тиранический. Веселые будут ключики. Определенные классы будут инвайдить в ключи. Веселая будет неделька. Это факт. На этом, пожалуй, все. Высказал абсолютно все. Надеюсь, вам тоже повезет с викли лутом. Надеюсь, вы возьмете что-то полезное и приятное. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.